Добрый вечер! Добрый вечер! Вот с такой, знаете, издевкой, а что такое русский мир? Надо отвечать, а что такое мир вообще? Попробуйте, опишите. Кстати говоря, живем-то с вами уже не первый день, и до нас сколько проживали поколений тысячелетиями, а говорят, мир намного более древний, чем даже те скрижали и те документы, которые дошли до нашего времени от наших предков. И что? Есть одно определение нашему миру? Кто-то может его дать? Вот то же самое русский мир. Это, безусловно, общность людей, которые веками накапливали опыт, которые были связаны единой языковой, единой культурной идентичностью. Проходили совместно различные испытания, которые их сплачивали. Это люди, это общность людей, историческая, которая позволяла накапливать этот опыт, передавать его поколениями, действительно на практике отделяя добро от зла, хорошее от плохого. Мы проходили разные этапы, мы совершали ошибки, мы не святы точно, но при этом мы тянемся к свету, к добру, и этому учим наших детей. Почему мы называемся русским миром? И почему мы не можем просто назвать себя людьми, которые отстаивают добро, свет и правду? Потому что у нас есть своя идентичность, у нас есть свой язык, у нас есть своя культура. И при этом эта культура не закрытая, она наоборот дарует себя миру. Все, что есть у нас лучше, мы готовы делиться со всеми. Мы готовы рассказывать о нашем опыте, мы готовы помогать, мы готовы приходить на помощь буквально действительно по первому зову, несмотря на то, что во многом это усложняет нашу собственную жизнь и, мягко говоря, выводит из зоны комфорта. А если говорить честно, сколько раз мы жертвовали своими жизнями, и я говорю о наших предках и о наших с вами современниках. Это действительно ради друзей, товарищей, соотечественников, ради всех тех, кто вместе с нами разделяет эти ценности. Это только одна из граней всего того, что называется русский мир. Поэтому не стесняйтесь и не бойтесь, что либо с первого раза, либо даже за какое-то ограниченное количество времени вы не сможете его описать. Вот смогли бы описать, тогда можно было бы сказать, что это что-то такое сиюминутное, конечное, конъюнктурное. А он велик, он огромен, он представляет собой опыт поколения, огромного количества людей. Его можно, кстати говоря, и прочувствовать, его можно ощутить, его можно пережить, его можно, я не знаю, попытаться в своей жизни реализовать. Его можно, я так тоже думаю, предложить другим для соотворчества, для созидания. Вот, наверное, так. То есть это не закрытые сообщества? Нет, конечно. Это не просто не закрытое сообщество, это сообщество, которое открыто и в нынешних, в современных реалиях, и в том числе с точки зрения нашего будущего, с точки зрения такой, знаете, если посмотреть исторической ретроспективы, сколько раз в нашей истории мы доказывали, что мы как раз-таки предполагаем открытое сообщество. Только очень важный момент, это открытое сообщество, не ловушка, в которую попадая, нужно меняться, нужно видоизменяться, нужно подстраиваться, нужно менять идентичность собственного, ничего подобного. Это, еще раз повторю, сообщество, это сотворчество, это созидание. А принципы, на которых они построены, вот действительно здесь, я думаю, что их можно и перечислить. Почему тогда произошел конфликт с Западом, с западной цивилизацией? По крайней мере, так они сами идентифицируют происходящее. Вот на этот вопрос ответ очень короткий и очень точный, я могу дать. Потому что они начали извращать все то, что являлось во многом нашими общими основами. Потому что, как мы прекрасно понимаем, во многом вот та самая европейская цивилизация, она зиждется же и на христианстве, и не только на христианстве, но и на основах, традиционных основах представления о том, каким и как должно развиваться человечество. С учетом опыта предыдущих поколений. Но вот этот вот момент очень важный. Они ведь стали извращать все то, что веками пропагандировали. И, кстати говоря, силовым путем, в отличие от нас, насаждали другим народом и культуром. Если мы давали возможность развиваться и народом, и национальностям, и различным религиозным группам, внутри нашей общности, не подавляя никого, никого, так сказать, насильно не переучивая, то западная цивилизация веками отстаивала то, что считала для себя принципиально важным, и силовым путем, ну вспомните, те же самые крестовые походы, ордена и так далее, и так далее. Я имею в виду силовое навязывание. И, кстати говоря, и миссионерство проходило тоже немирным путем, как правило, ведь они же это делали силой. А потом, посмотрите, как в течение последних десятилетий и веков, в том числе и веков, отказывались, буквально так, отказывались, и предавая самими собой созданные вот эти самые нормы. А последние десятилетия они стали не столько отказываться, сколько их извращать. Ну посмотрите, да, есть же прекрасное понимание прав человека. Но до какого абсурда это понятие дошло на Западе? До уже какого-то уровня, как они называют, трансгуманизма. Есть понятие человека как творца, как подобия, ну кто-то говорит божественного образа, кто-то говорит, как вершины, не знаю, этого нашего мира, нашей планеты. По-разному все, в зависимости от своего мировоззрения, на эти темы рассуждают. Но посмотрите, до какого, ну буквально дна западной идеологии низвела человека, предполагая, что это не личность и не творец, а что это болванка, которую можно перекраивать и переформатировать согласно представлениям, ну я не знаю, какого-то части общества, какого-то социума, какой-то группы лиц, или под влиянием, например, массовой культуры. Можно из человека делать все, что угодно. И не заводить его до уровня даже не животного, а чего-то совершенно неподобающего вообще. То есть это даже не конфликт идеологии, это конфликт парадигмы. Возвращение с западом собственной же идеологии. Это происходило много лет подряд. Сейчас просто мы видим конкретные плоды, конкретные результаты. Когда нам рассказывают про третий пол, нулевой пол, или про то, что человек может быть любого пола, или про то, что на самом деле гендеров там восемь десятков. Вот это о чем. Это о том, что человек ставится не на пьедестал, как, не знаю, как творец, как созидатель, а это о том, что на пьедестал возводится все, что в нашей культуре называется грехом, ну, по-разному можно назвать темными сторонами личностей, я не знаю, страхами, фобиями. Вот это возводится на пьедестал. А человек должен это все обслуживать. И посмею он только сказать о том, что он это делать не хочет. Его сразу же что делают? Отменяют, вычеркивают из нормальных и рассказывают о том, что есть новая нормальность. Кстати говоря, один из индикаторов того, о чем вы говорите, термин некой новой нормальности. Что значит новая нормальность? Ну, знаете, не думаю, что лучшая затея цитировать здесь Булгакова, но почему бы и нет. Вот понимаете, я думаю, что история про свежесть рыбы в данном случае лучше всего может продемонстрировать всю абсурдность заявления о новой нормальности. Либо она свежая, либо она не свежая, эта рыба. Вот такая нормальность. Либо она есть в качестве нормы, либо ее нет. Такая же история со стандартами. Посмотрите, сколько лет мы говорим о выявлении двойных стандартов. Мы даже сами привыкли к этой формуле. Я немного забываю о том, что двойные стандарты говорят только об одном, о том, что стандарта нет. Вообще, в принципе, нет. Вот опять же, многие говорят о конфликте цивилизации, о столкновении цивилизации. А мне-то кажется, что это просто отход в виде извращения основополагающих постулатами определенной части, в частности того, что мы говорим, западного сообщества. Строит империю, воссоздает империю, и тем самым становится изгоем. Я прошу прощения, но это тоже сразу будет очень короткий ответ на ваш достаточно сложный вопрос. Дело в том, что они так нас называют те, кто сами этим являются. Я понимаю, что это, так сказать, наша детская с вами, кто так обзывается, сам так называется, но это как раз та самая история. Дело в том, что когда они буквально осыпают проклятиями русский мир, когда они рассказывают о том, что мы являемся некой империей или империей зла, о том, что мы хотим всех поработить или всех подчинить, или всех захватить, они описывают сами себя. Дело в том, что это именно западный мир занимается много веков, порабощение в прямом смысле этого слова. Ведь вы понимаете, мы в нашей стране, в нашей цивилизации, мы используем это слово символически, да, слово «порабощать». А они-то его использовали много лет впрямую, они превращали людей свободных в рабов, собственных рабов. Они захватывали территории, они их эксплуатировали, они воровство, воровство чужих недр, чужих богатств поставили в качестве собственной национальной идеологии, назвав это прогрессом. Ведь они же рассказывают, что их благополучие, вы только вдумайтесь, заключается в том, что они лучше и умнее, поэтому богаче. Они богаче, потому что они воровали дольше других. Да не то, что дольше других, они, в принципе, кроме как воровство, мало чем занимались. И если еще совместить воровство недр чужих с тем, что обслуживали все эти недра на уровне рабов люди из этих же стран, вы представляете, вот вам и получается так называемый западный прогресс. Какой же здесь конфликт, так сказать, цивилизации? Разве можно это вообще назвать цивилизацией? Это отход от цивилизации, это так или иначе элементы расчеловечивания, это та самая исключительность, которая на протяжении разных веков называлась по-разному. Где-то колония, метрополия, потом это начало называться, ну так или иначе, нацизмом, когда одна нация, один народ, одна страна поставила себя над всеми остальными, пытаясь буквально переделать, вы вспомните Евгенику, переделать человечество по своему видению. Потом это пришло в виде сегрегации, такая, знаете, более мягкая версия, когда вроде бы и работорговли уже не было, и рабство отменили, и уже нацизм с фашизмом предали анафеме, а людей все равно нужно было делить по этой самой западной логике. Началась сегрегация, да, что-то для белых, как они говорили, что-то для всех остальных. Ну и вроде вот, закончился этот промежуток, этот исторический этап. Вроде бы, вот сейчас, 21 век, ну уже все должны были сделать работу над ошибками, и больше к этому не возвращаться. Но мы видим, как эта идеология возвращается уже в виде так называемой исключительности, понимаете? И право, закон подменяется этой самой исключительностью на некие правила, которые никто не видел, никто не может их не почитать, не посмотреть, а они придумываются теми, кто исключил себя из правового поля. Понимаете? Вот что мы сейчас переживаем. Они находятся вне правового поля, не мы. Так они же отказались от международного права. Это сейчас, последний год, понимая, в какую страшную ситуацию они загнали весь мир. А вы считаете, они уже это понимают? Конечно, безусловно. А как вы хотите? Вы посмотрите, у них, они, может быть, не придают этому такой публичности, этим данным, но статистика-то говорит сама за себя обрушение экономик, ведущих в странах Европейского Союза. Германия, которая вот еще недавно была локомотивом всего ЕС, сейчас пожинает вот эти плоды отказа от собственной, не знаю, от собственного суверенитета. Когда все германские компании, ведущие, перерегистрируются в других странах, потому что они понимают, что без топлива, дешевого, доступного и гарантированного им делать нечего с такими амбициями, которые у них были прописаны в качестве планов развития. И то же самое по всем ведущим странам Европейского Союза. И они же прекрасно понимают, что в ближайшее время вот эта идеологема, навязанная Соединенными Штатами, она, опять же, Соединенными Штатами отозвана не будет. Что штаты будут давить дальше? А ведь за эти годы Европейский Союз буквально растерял всю способность ведения независимой внешней политики. Поэтому, конечно, все это начинает доходить. Что они натворили, что они сделали. сами с собой. Я сейчас говорю о Европе в целом. И выход из этой ситуации? Ну, у нас есть свой выход. Вот поэтому мы проводим такие мероприятия. Поэтому мы заняли такую позицию в международных отношениях. Поэтому мы говорим много лет задолго до этого года или задолго до прошлого года о многополярности. Потому что все-таки, знаете, дипломатия, международные отношения, политология, история, это все науки. Это то, что можно просчитать, то, что можно с опорой на знания проанализировать. И мы говорили о том, что будет. И что никакого гегемонизма не может быть. И что если кто-то будет сохранять его и цепляться за эту концепцию, то потерпят фиаско. Поэтому да, мы выбрали такой путь защиты своих интересов. Потому что это не просто наши национальные интересы. Эти национальные наши интересы основываются на международном праве. и, кстати говоря, разделяются и поддержатся большинством в мире. Если мы говорим и по населению, и по количеству стран, но и по целому ряду других, в том числе, экономических показателей. Означает ли это, что конфронтация неизбежна в дальнейшем? Вся наша жизнь это и есть конфронтация. Борьба со злом, правда с ложью и так далее, и так далее. Ну, вот так устроен мир. Если вы называете и говорите о международных отношениях, наверное, да, конфронтация уместное слово. Вопрос только в том, что является она нам вот в таком открытом виде, в открытой фазе, либо, так или иначе, эти процессы отданы на откуп дипломатам, которые находят развязки. Потому что... Но вот сегодняшняя ситуация говорит, о чем говорил Сергей Викторович Лавров все время. Да. Российский министр иностранных дел постоянно говорил о том, что нельзя отказываться от дипломатии, что отказ от дипломатии ведет к крушению системы международных отношений. Потому что что такое дипломатия? Это умение, способность и навык договариваться. Но концепция исключительности многих увлекла. Какие-то дали. И просто оторвала от реальности. И они посчитали, раз они исключительны, они же себя так назвали. Вы поймите, что нынешняя команда так называемых демократов в Белом доме это та же самая команда, которая была при Обаме. И именно тогда при Обаме они начали говорить о собственной исключительности. Но еще раз повторюсь, что такое исключительность? Исключение себя из всего. Из международного права, из дипломатии мировой, из потребности и необходимости договариваться, слышать других, находить точки соприкосновения. Они же сделали вид, что вот это все, и международное право, и необходимость договариваться, слышать друг друга. Это вот для всего мира. А они себя из этой системы исключают и ставят на какой-то отдельный пьедестал. Ну, наверное, так, знаете, как это, на бумаге было красиво, а в жизни это не работает. Но дипломатия все-таки есть. Конечно. Она работает. И будет. Безусловно. Безусловно. Конечно. Тогда возникает вопрос, это не умение дипломатов услышать друг друга? Нет, это идеология. Или вот это самомнение не позволяет? Смотрите, мы несколько раз сегодня об этом говорили, что исторически, в различные исторические эпохи, они по-разному назывались, эти самые проявления собственной исключительности. Простите, а что такое Наполеон и его поход на Россию? Это же тоже ощущение превосходства и собственной исключительности. Кстати говоря, он действительно считался абсолютно исключительным человеком. И считал это до тех пор, пока не оказался в Москве. А потом был изгнан. И несколько, так сказать, ему поубавили ощущение собственной исключительности. Но это в разные исторические эпохи по-разному проявлялось. Это болезнь одна и та же. А проявления у него были разные. И все равно потом человек, что приходило к необходимости договариваться. Вот. Что может сейчас стать? Я передумал пример той же самой Второй мировой войны. Ведь идеи о создании Организации Объединенных Наций пришли в головы, так сказать, от самооснователя еще когда война продолжалась. Они понимали, что нужно уже предлагать какую-то формулу для существования мира будущего. Поэтому дипломатия есть, была и будет всегда. И, безусловно, будут и другие времена. Безусловно. Темные времена пройдут. Наступят светлые. Тогда на какой основе договариваться? О чем договариваться? И с кем? Это хороший вопрос. Но я думаю, что нам сегодняшнего интервью не хватит. Поговорим об этом в следующий раз. Хорошо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова